МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадою компании Гомель, у студии прасой Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Додатковые макчымасти, тест на коронавирус зараз можно зарабить в медуниверситете. Допомога в пошуках працы. Завтра у Гомеля пройдет шарговый электронный кермаш вакансии. Самые верные сябры. У Гомеля пройшли с поборництвы собаководов. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Ширая подяка правоохоуникам. Сенне отдел внутренних справ администрации Новобелецкого района Гомеля примал гостей. Простовники мясовых предприемств, а так само громадских организаций района наведали супрацовников милиции, как подяковать им за тяжкую и небеспечную працу. Солодкие подарунки и ширые слова – знак поваги тем, кто каждый день оховывает город от беспорядков и злочинности. Милиционеры жесты ценили и означают, что ситуация в районе стабильная. Сегодня нет никаких больших таких всплесков той же самой преступности, однако имеются такие, скажем, киберпреступления, которые сегодня превышают тот уровень прошлого года. Это мошенничество, это преступления в сфере высоких технологий. Поэтому ситуация сегодня стабильная. Отдел внутренних справ Новобелецкого района наличивает больше, чем 120 супрацовников. С этого дня Гомельский державный медицинский университет проводить тестирование на COVID-19 методом ПЦР для усих жадающих. Послуха платная, она доступная не только гражданам Беларуси, а леток самых инших краин. Готовность на наступный день после взятия биологичного материала. Максимностью скоростались уже около 50 человек. Наша лаборатория была подключена к тестированию еще в мае по приказу Министерства здравоохранения. Тогда мы тестировали пациентов, которые находились в учреждениях здравоохранения. Сейчас уснуга доступна для желающих. И я думаю, это хорошая новость для жителей Гомеля. Об этом можно судить по тому, какое количество пациентов обратилось за эти первые два дня. Сдать анализы и доведаться об яговыниках можно у профессорско-консультационного центра ГДМУ. Подробязности на сайте установы. У Гомельской области завершается кампания по вакцинации супротгриппу. Прищеплено больше, чем 550 тысяч человек, тем более 40% от этого насельства. Вирусы гриппу мают надзвучай высокую сдольность изменяться. Тому иммунная система, коли сустренится со измененным вирусом, успремая его, как новый, ранее невядомый. И пока иммунитет, налаживая вытворчость оховных антителов, развивается захорвание. На сегодня прищепка – самый надзейный способ застыракчить себе от заражения гриппом и позбегнуть ускладнениям. То и на кольки надзейная оборона после вакцинации, залежится шматликих факторов, у взросту и стану здоровья индивидуальных особливостей. Але у середним состав прищепленных от 70 до 98 человек не захворяют на грипп. Кали хвороба все ж наступить, буде протекать у легкой форме и без ускладненню. А кроме того, иммунная система, прикладно, у 20% выпадков набывает додатковую оборону и от інших респираторных вирусных инфекций. Уладковаться на одно с пяти предприемствам. Завтра – электронный кермаш вакансии. Йон пройден на одинай информационный пляц социей и векансий.бивай. На виртуальной сустрече суискальник сможет передать свое резюме и задать питание наймальникам. Вакансии у темлику метеостры, санитарки, фельдшера лаборанта, пропануя областный скорно-венерологичный диспансер. Грузчика, инженера, маляра, крановщика, шукая Гомельский завод «Литяй-Нармалев». Шарах рабочих специальностей пропануют «Централит» и «Минск-Рамбуд». Предприемство «Гомельхимхандль» мает потребу у майстры, специалистов по кадрах, продажи, а так само экономисты и электромонтеры. Именные приватизационные чеки «Майомость» до конца года можно обменять на акции предприемствов. Об худким завершении их обращения нагадывая Комитет «Гомель-Аблмайомость». Перед тем, як зарабеть выбор на корысть таготье иншага товарыства, лепш за усе доведаться об выниках яго финансово-господарчай дейнасти на дзинным портале финансового рынку. Для обмену на чеки доступные акции больше як ста предприемствов. Азнаемиться с пираликом товарыства можно на сайте Беларусьбанка. Обменять у яго гомельских подразделениях на вулицах Фрунзии и космонавтов, а так само у райцентрах. Необходную информацию можно отримать по номерах телефона у 50-63-68, альбо 50-64-98. Мазырская аллея семейных древ пополнилась новыми клёнами. У делу пассации инициованной районной организацией БРСМ приняли активные жахары района. Семья судебору делу экологичной акции прямая у полным составе. Голова семейства признается, мужчинский план на життём пера выканал. Жилём семью забеспечил, а клёны саджая одразу с двума сынами. Старый Ши Ягорг этой доброй справой вельми гонарыцца. Я испытываю её гордость, потому что мы посадили дерево всей своей семьёй. Мы будем за ним ухаживать, и я думаю, что она будет нас радовать. Вы знаете, это очень приятно, помочь своему городу, озеленению нашего города. Мы очень любим в парке летом гулять всей семьёй. И теперь мы будем знать, что здесь есть вот наше дерево, дерево нашей семьи. Аллея семейных древ, якая уже другий год расти с Ахарацким парком, стала больше на десяток клёнов. Активные молодые мазырани показали приклад своим детям и пополнили особистую скорбонку добрых справ. На каждом древце именная семейная табличка. До речи, клён для посадки обраны не выпадково, и он лечится символом поспеху и обецает добробыт. С часом аллея в вельми маляуничем месте неподалёк от Припяти перотворится у прихожей тянистый парк. Их историчная память народа. Пятисот годзе Жировицкого монастыра, пятисот пятидесяти годзе з'явлення Жировицкой иконы Божьей Мати, восьмисот годзе святого князя Александра Невского. Гэтым людям и падеям присвечены селетние областные покровские адукационные читания. За несприяльные эпидситуации, яны пройшли в формате видеоконференции. Региональные читания – первый этап в проведении республиканских, а затем и международных калядных адукационных читаний. Областное мероприемство, якое организовали в зале Аблавы Канкама, объединялось специалистов Головных управления адукацией, его районных отделов, представников Гомельской и Туровской епархии. Один из докладов тычился особой Александра Невского. Сгодно каноничной версии, он разглядался, как святы и своего рода золотая легенда средневековой Руси. В 13-м стаходе Русь подвергалась ударам с двух боков – католицкого Захода и монгола Татар. Александр Невский, який все же все не проиграл ни водного бою, проявил талент полководца и дипломата и заключил мир с наибольшим мощным ворохом – Золотой Ордой. Таким чином отбил нападение с Заходу и одночасово оборонил православие от католицкой экспансии. Сегодня мы с вами поднимаем тот пласт истории и нашей Белоруссии, и поднимаем пласт истории Святой Руси, наших защитников, Александра Невского, собирателя наших земель, который отстаивал нашу землю. Сегодня, как никогда, наверное, вот этот образ, реальный для всех нас, что мы должны защищать наше Отечество, соседать, но ни в коем разе его не разъединять, это Отечество. Место, где раскрывают таленты. Мазырская детячая Мастацкая школа по выниках деяности за 2019 год занесена на областную дошку гонору. Высокий профессионализм выкладчиков у сукупности с доброй материально-техничной базой – умова для досягнения высоких выников. На уроках у Мазырской школы побывал наш корреспондент Дмитрий Котау. Сегодня в Мастацкой школе навучается 300 детей. Есть навыц специальный отдел, никуда запрашают маленьких детей и рыхтуются до поступления. В установе працуют некоторые майстерни, живописы, маленки, скульптуры, а так само кабинет истории выявленных мастацтва. Задача – отдать разнобоковую мастацкую подрыхтовку. В школе существует у нас 5 классов. Дети обучаются с 1 по 5 класс. Значит, художественное образование подразумевает 3 ступени. Это начальное художественное образование, потом среднее и высшее. У нас достаточно высокая база. У нас подобран высококвалифицированный педагогический состав. И наши дети имеют возможность поступать не только в среднее учебное заведение, но и в высшее учебное заведение. Мазырская детяша мастацкая школа – соправдная скарбница талентов. Наученцы отточивают свои навыки, не шкодующие при этом часу и сил. Бо сюда приходят самые метанакированные и натхненные мастацтвом. Ну, рисую я с самого детства. Мама меня записала сюда во второй класс. Были места. И, ну, мне нравилось здесь. Я рисовала, что-то создавала, лепила. Я очень люблю скульптуру, рисунок и композицию. Спостегать вытаншины и шматграны свет мастацтва допомагают в опытные выкладчики. Один из самых поваженных у Мазырской школы – Анатоль Наливайка. Его працонный стаж – коля 40-х годов. Зачем своей педагогичной деятельности выпустил немало в Ушню, которые после стали мастаками, дизайнерами и архитекторами. Анатоль Миколаевич означает, что для своей работы нужно за все доставиться широ и добросумленно. Тогда досягнешь жаданого вынику. Считаю, что неважно, какую ты профессию выбрал, важно, чего ты сделал в этой жизни. Это, мне кажется, основной вопрос. Если ты добился каких-то успехов определенных и принес пользу обществу и людям, то это, мне кажется, главное. В Мазырской школе добро ведают, как раскрыть талинты своих наученцев. По утверждениям этому свечусь неодноразовые перемоги на шматликих творческих поборницах. Высокое признание коллективу становы до речи от Рымауселита на областном узровне. По выникам деяности за 2019 год Мазырская дитяшая мастацкая школа занесена на дошку гонору. Для выкладчиков эта подстава для радости и одноразовая причина, по которой ни в каком разе нельзя расслабляться. Высокий статус необходимо заховывать. У этого можно не сомневаться. С мотивацией в мастацкой школе проблем никогда не было. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра. У «Гомеля» прошли республиканские споборництвы и сяроду ладальников собак. Спортивные пары выступали в двух дисциплинах – дох фрисби и дох пулер. На турнир собрались и кинологи с гадаванцами из всей краины. Под обязанностью в нашем наступном репортаже. Аучарки, лабрадоры, коли. У «Гомель» за перемогой приехали собаководы с гадаванцами самых разных пород. Они подделились на три категории – в зависимости от узровня. Лепших вызначали в двух дисциплинах – дох фрисби и дох пулер. Причем для представников другого на прамках – это первое споборництвы у «Гомеле». Тебе нравится выступать? Гомельчанка Настасия Давыдова уже год, як у дельницы объединения юных кинологов. При этом своей собаке у девчины нема. Живелу для занятка в немецкую яучарку «Багиру» предоставил клуб. Тут это стандартная практика. При том, что неде в Беларуси такого больше нема. С «Багирой» Настя на турниры заняла третье место у «Дохпулеры» номинации «Макси» и другое по дисциплине фрисби – роли на докладность. В будущей девчина «Марать» освоить профессию пограничника. Я бы хотела пойти на пограничника, потому что мне нравятся собаки, мне нравится с ними заниматься. Мне вообще интересно вот что-то в таком вот виде. «Багира» – немецкая овчарка, длинношерстная. Я ее увидела, все, пожалуйста, я хочу с ней заниматься. Все, не давали, не давали, не доверяли. Потом, ну, как-то получилось так у меня хорошо, мне ее дали. Это моя любовь, это мое все-все. Всегда со мной, везде рядом, везде за мной хвостом, то есть везде бегает со мной. Гомельский областный клуб спортивного и декоративного собаководства – один из нашей регионе установки, которая научает детей об выходжении с собаками. Долучиться может каждый. Для занятков потребуется только диск для фрисби, альбо кольцо для пулера и ожидания. Занимается порядка 15 человек именно на клубе этим спортом. По Гомелю еще пока только начинает набирать обороты. Дог-пулер тоже еще абсолютно новое для нашего города соревнование. Всех детей приглашаем к нам на занятия. Независимо от того, есть у вас собака или нет собаки, собаку мы вам предоставим для обучения. В дальнейшем вы можете завести свою и приводить ее к нам. Для кинолога в Беларуси минулый год был насыщенным нас поборництвы. А селита пандемия изменила планы. Удельников шокали на турниры больше. Президент белорусского клуба «Падохпулеры» Ганна Яковлева отзначает, кинологичный спорт становится все больше популярным, а белорусы меняют ставление для собак. Сегодня их у всех частей разглядают, как сябров, а не сродок аховы подворка. Я скажу, что участники молодцы в том плане, что они собраны. Нет такого, что собака вышла на поле, а она там сходила в туалет. То есть все по плану, молодцы собраны и еще нет грубости, наверное, к собакам. Даже если собака не споймала, то слышно, как хендлер подбадривает собаку, все равно ты молодец и ловит. Это очень приятно. «Падох фрисбе» в своих категориях перемогли гамельчанки Полина Цитова и Катярына Карпова. «Падохпулеры» первыми стали у своих группах Ульяна Традзякова, Яуген Сенила и Елизавета Малюцина. Усяго гамельчане завоевали «Амаль-10» медалев. Вероника Гамзюкова, Сергей Камкоу, телерадиокампания «Гомель». Гэтая, а так сама иншая новина, информацию об проектах телерадиокампании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Добрых вам новинов и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтьян. Здравствуйте. Жертвы дороги. Сегодня в Рогачевском районе погиб мужчина. Еще два происшествия, одно со смертельным исходом, другое с травмированием, произошли в регионе накануне. Сегодня утром в агрогородке Довск Рогачевского района водитель Митсубиси вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате из салона выбросило мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Также в автомобиле находилась девушка. Ее в шоковом состоянии нашли недалеко от места происшествия. Кто был за рулем, пока неизвестно. Следователи просят очевидцев позвонить по номеру, который вы видите на экране. ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером в Чечерской деревне Меркуловичи. Мужчина на гужевой повозке столкнулся с автомобилем Ивека Дейли. Виновник аварии погиб. Еще одно транспортное происшествие в Гомеле. Девушка за рулем Хионды вчера вечером ехала по улице Красноармейской. На пересечении с проспектом Ленина проигнорировала красный сигнал и столкнулась с БМВ. От удара Хионды вынесла на тротуар, по которому шла 15-летняя девушка. С травмами ее госпитализировали в детскую клиническую больницу. ГАИ напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, а также о том, что пришло время менять летние шины на зимние. Хотя по правилам это можно сделать до 1 декабря, погодные условия ухудшаются. Автомобилистам лучше не рисковать. Пожар в Гомеле. Огонь едва не унес жизнь мужчины в доме по улице Павлова. Спасатели прибыли на место и обнаружили. Из окна квартиры на пятом этаже идет сильный дым. После разведки пожарные нашли на полу горящие комнаты хозяина квартиры. В результате осмотра его доставили в первую городскую клиническую больницу с диагнозом термоингаляционная травма – ожоги. Причина пожара устанавливается одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудники МВД задержали неоднократно судимого 40-летнего жителя Светлогорска. Мужчина подозревается в вымогательстве у 30-летнего земляка 200 рублей, а также причинении тому тяжких телесных повреждений. Криминальная история началась с просьбы о помощи. Потерпевший оформил своему приятелю заказ на торговой интернет-площадке. Однако по каким-то причинам товар не дошел до отресата. Поэтому мужчина потребовал вернуть деньги. Когда помощник отказался платить, заказчик обратился за поддержкой к другому знакомому – местному криминальному авторитету. В итоге тот подкрепил устное требование избиением должника. Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за вымогательство, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья потерпевшего. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Уже завтра Речицкий спутник может досрочно гарантировать себе золото Первой лиги футбольного чемпионата страны. Произойдет это в случае победы команды Вячеслава Левчука над волной в перенесенном матче 23-го тура. Игра состоится в Пинске. Начало в 16.00. За два тура до финиша чемпионата спутник занимает первое место в турнирной таблице. Преимущество перед Гомелем, идущим на второй позиции, 5 очков. При этом Речицкий коллектив провел на два поединка меньше. Гомельские команды провели очередные матчи в Первой лиге волейбольного чемпионата Беларуси. В городском дерби Бумпром со счетом 3-0 обыграл дубль энергии. И продолжает возглавлять турнирную таблицу энергетики на седьмой позиции. Газовик на домашнем паркете не испытал проблем в матче с Могилевским коммунальником. Победа 3-0. Газовики замыкают квартет сильнейших. Два домашних поражения. Гомель-2 провел очередные поединки Высшей лиги чемпионата страны по хоккею. Дубль солигорского шахтера не испытал проблем в поединках с рысями. Победы со счетом 7-0 и 5-1. В турнирной таблице гомельчане сейчас на предпоследнем 13-м месте. В перенесенные матчи чемпионата Беларуси женская команда гонбольного клуба «Гомель» проведет в декабре и январе. С молодежной сборной на выезде подопечные Тома Жичатора сыграют 24 декабря на выезде со звездой 27-го дома. С БНТ у «Гомель» встретится уже в 2021 году. Матч пройдет 23 января. Ближайший поединок гомельчанки проведут 18 ноября в гостях у Витебчанки. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.